Под ногами желтые листва, с неба идет снег, все это мы отождествляем с неизбежным увяданием природы. Но и в этом сезоне года можно найти много прелестей и приятных моментов. Самое главное – оставаться здоровыми. То же самое можно сказать и о жизни человека, о его пожилом возрасте. Также можно оставаться востребованным, приносить пользу и себе, и окружающим. Самое главное – сохранить к этому времени здоровье. В эфире очередной выпуск телепроекта «Здоровые чуваши». И сегодня мы поговорим, как сохранить и приумножить здоровье наших пожилых людей. Что такое гериатрия, гериатрическая служба и как она развита в нашей республике. Пожилой возраст. Каковы его критерии? Когда человека начинают называть пожилым? Кто-то скажет, с выходом на пенсию или с появлением внуков. Другие аргументируют, что люди стали жить дольше, позже женятся и выходят на пенсию. Считают, что это период после 70 лет. Что думают прохожие на улицах Чебоксар? Когда люди стареют. А сколько это лет? 55. Когда на пенсию выходят, где все. Жилой возраст начинается где-то с 60, я думаю, лет. Я пожилой возрастом считаю просто 80 лет. 60 лет мне. Я считаю, что я пожилая. Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, молодость длится с 25 до 40 лет. Зрелость от 45 до 60. Пожилой возраст продолжается с 60 до 75 лет. Затем наступает старость. Те, кому исполнилось 90 лет, считаются в мире долгожителями. 1 октября весь мир отмечает День пожилого человека. По оценке Всемирной организации здравоохранения, на планете сейчас насчитывается почти 700 миллионов людей старше 60 лет. В связи с ростом продолжительности жизни россиян все острее встают проблемы оказания медицинской помощи стареющим людям. В России почти 30% населения – люди пенсионного возраста. Не замечать этой тенденции невозможно. 5 февраля 2016 года правительство России утвердило стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Ключевыми целями стратегии определены устойчивое повышение продолжительности жизни, уровня и качество жизни граждан старшего поколения, стимулирование их активного долголетия. При этом, с учетом особенностей продолжительности жизни, состояния здоровья и пенсионной системы, гражданам старшего поколения условно отнесены. С 60 до 64 лет – это достаточно активные в экономическом и социальном плане люди. Продолжающие работать. С 65 до 80 лет – это, как правило, люди менее активные, многими из которых требуется медпомощь и соцуслуги. Старше 80 лет – это, как правило, люди, имеющие множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи. По прогнозам Росстаток, к 2021 году доля пожилых граждан в России общей численности населения составит 26,7%. 39,5 миллионов человек. В числе приоритетных направлений реализации стратегии определено совершенствование системы охраны здоровья лиц пожилого возраста. Что ж такое гериатрия? Каким образом она вошла в наше медицинское сообщество? С этим и другими вопросами мы обратимся к главному гериатру Чувашской Республики Елене Ивановой. Елена Владимировна, по данным Росстата, увеличивается продолжительность жизни населения Российской Федерации. Подскажите, как обстоят дела с постарением населения в нашей Республике? Следуя общей мировой тенденции, постарение населения наблюдается и в Чувашской Республике. На сегодняшний день в Чувашии проживает более 340 тысяч граждан пожилого возраста. Также наблюдается и увеличение средней продолжительности жизни, но и такой показатель, как глубина старения. Более 17 тысяч граждан Чувашии в этом году перешагнули 85-летний рубеж. Также 100-летний юбилей отметили 98 жителей Чувашской Республики. Если принято считать, что душа не стареет, то возрастные изменения тела, безусловно, происходят. Термин гериатрия абсолютно новый, и он равнозначно непонятен как для пациентов, так и для многих докторов. Расскажите нам, пожалуйста, что ж такое гериатрическая служба и вообще понятие гериатрия? С изменением возрастного состава населения, при котором в результате роста средней продолжительности жизни увеличивается и доля пожилых людей, нарастают проблемы, связанные с возрастной категорией граждан. Ими и занимается гериатрия. Специальность молодая, официальный статус она получила в конце 80-х годов. Гериатрия – это раздел медицины, который занимается медико-социальной помощью пожилым лицам и людям старшего возраста. Речь не только о болезнях, которые, кстати, у пожилых людей лечатся совершенно иначе, чем у пациентов молодого и среднего возраста, но и о других проблемах, связанных со старением, о потере физической, функциональной, когнитивных функций, которые сопровождают этот период жизни. Наша задача – помочь пациенту сохранить активность даже в преклонные годы и предотвращать болезни в пожилом возрасте, чтобы он как можно дольше сохранял свою независимость от окружающих, свою автономность. Елена Владимировна, мы поняли, что у нас в Чувашской Республике уже есть специалисты-гериатры, которые могут оказать помощь пожилому пациенту. Чем же отличается прием специалиста-гериатры от обычного приема врача-терапевта? Очень часто гериатрию понимают как терапию, как внутреннюю болезнь у пожилых людей. То есть многие считают, что это гериатр-врач-терапевт для пожилого пациента, то есть ориентирован на пожилого человека. На самом деле отличия большие. Врач-гериатр учитывает не только заболевания, которые есть у пациента пожилого возраста, которые обычно встречаются не один, не два заболевания, а бывает до десяти заболеваний у одного человека одновременно, но и занимается синдромом старческой астении. Это такие состояния, которые объединяют более 60 гериатрических синдромов. Это как нарушение питания, повышенный риск падения, когнитивное нарушение, недержание мочи. Это тоже проблема, которым и занимается врач-гериатр. Врачу-гериатру нужно понимать, как общаться с пожилым. Очень часто пожилые пациенты в связи с когнитивным нарушением забывают рассказывать врачу о тех проблемах, которых их беспокоит. Поэтому врач-гериатр должен понимать, как общаться с больным пожилым, понимать его психологию, особенности его поведения, знать, какие риски существуют в таком возрасте. Также необходимо помнить и возраст ассоциированных заболеваний к когнитивным дефиците, деменции, которые зачастую сопровождают человека в старости. Все это требует определенной подготовки и знаний, без которых невозможно осуществлять полноценную медицинскую помощь за пожилым человеком. Врач-гериатр после осмотра пациента с учетом всех его заболеваний составляет индивидуальный план, который учитывает не только заболевания, но и его социальный статус. Как живет пожилой человек, с кем, каков его социум. Ведь понимание можно вылечить и таблетками, а старческую остынюю только медицинскими и медикаментозными средствами нельзя лечить. Здесь важен социальный аспект. Вы главный гериатр республики. Вот что бы вы хотели внести, какие новости для того, чтобы качество жизни наших пенсионеров улучшилось? Самое главное на сегодняшний день – это развить гериатрическую службу во всех городских и районах поликлиниках, потому что на сегодняшний день гериатрия в том виде, в котором она регламентирована приказами Здрава России, представлена только в госпитале ветеранов войн. Поэтому хотелось бы, чтобы и районные, и городские поликлиники наладили прием врача-гериатра. Также необходимо наладить связь с социальной службой. Такая служба во многом может помочь нам, а мы и ей. Особенно важна совместная работа медицинских работников и социальных работников в плане оказания помощи и медицинской и социальной для одиноких пациентов. В Чувашии издревле уважали старость, старались заботиться о своих родителях, бабушках и дедушках, делали их жизнь более качественной, здоровой и интересной. Поэтому все нововведения, касающиеся развития гериатрической помощи, были восприняты очень хорошо. Госпиталь для ветеранов войн – то медицинское учреждение, где на сегодняшний день внедрена процедура комплексной гериатрической оценки. Современная гериатрия ориентирована на оказание медицинской и социальной помощи людям пожилого и старческого возраста, которые имеют не только хронические заболевания, но и так называемые общегериатрические синдромы. Основной целью комплексной гериатрической оценки является то, что мы выявляем основные гериатрические синдромы. Гериатрические синдромы определяют развитие и накопление возрастных изменений с возрастом пожилого человека. Основными гериатрическими синдромами являются нарушение передвижения, риск падения, синдром мальнутриции, недостаточность питания, развитие депрессии. И очень важный момент – недержание мочи, нарушение слуха, зрения, неудержание кала. Очень часто у пожилых людей встречаются пролежние. Кроме того, развивается зависимость пожилого человека от окружающей среды, что особенно в основном и волнует пожилого человека. Врачи-гериатры стараются предупредить раннее наступление старческой астении, снизить степень выраженности проявлений, а при развитии синдрома подключить всевозможные меры медицинского и социального плана для максимально возможной социализации гериатрического пациента. Комплексная гериатрическая оценка – это совокупность диагностических мероприятий, которые направлены не столько на выявление основных диагностических мероприятий для нозологических форм, заболеваний, которые имеются у пожилого человека, сколько на изучение социального статуса и риска снижения качества жизни и снижения социальных особенностей пожилого человека. Комплексная гериатрическая карта помогает понять функциональный статус пациента. Может ли он самостоятельно подниматься по лестнице, мыться и убирать за собой? Слука ведь не получится. На практике медик все равно определит возможности организма. Динамометр определит силу мышц, секундомер, скорость ходьбы. А профессиональный взгляд медсестры выявит риски падения и даже вероятность возникновения депрессии у пожилого человека. Простыми тестами, с которыми не каждый пациент может справиться, врач-гериатр проверяет речевые функции, память, конструктивные способности и видит начало заболевания. К примеру, сосудистые пациенты, если их попросить нарисовать циферблат часов и отметить время без 15.3, они могут поставить одну стрелку между двойкой и тройкой, а вторую между четверкой и пятеркой. А пациенты с болезнью Альцгеймера циферблат часов рисуют наоборот. Когда полная картина состояния пациента получена, врач-гериатр составляет индивидуальный план лечения. Это рекомендация по диете, по уровню физической нагрузки, по лечебной физкультуре, безусловно, по медикаментозной терапии. Часто такие планы содержат рекомендации по профилактике остеопороза или анемического синдрома. Комплексное лечение с учетом возрастных изменений проводится в гериатрическом отделении госпиталя для ветеранов войн. Основная функция этого отделения – оказание специализированной медицинской помощи лицам старше 60 лет, проведение комплексной гериатрической оценки, оказание медицинской помощи лицам со старческой остынеей, проведение реабилитационных мероприятий после ортопедических хирургических вмешательств и, кроме того, продление сроков госпитализации, если это необходимо, после лечения в стационарах по месту жительства. Кроме того, в госпитале открыт гериатрический центр, который играет роль Организационно-методического Республиканского центра гериатрического, в его составе два кабинета, где ведут прием врачи-гериаторы, также проводят комплексную гериатрическую оценку и формируют длительный план лечебно-реабилитационных мероприятий. Сочетание современного, максимально эффективного и щадящего лечения, которое проводят урологи, гинекологи и гериаторы, позволяет полностью решить или существенно облегчить многие медицинские проблемы и улучшить качество жизни пожилых людей. Гериаторами не рождаются, гериаторами становятся. Но уметь лечить пожилого человека, у которого, как правило, имеется несколько заболеваний внутренних органов, должен не только врач-гериатор. Врач любой терапевтической и хирургической специальности. В Чувашской Республике осенью прошло несколько мероприятий, на которых рассматривались вопросы оказания медицинской помощи пожилому населению. Осенью в Чувашии прошло несколько мероприятий, посвященных вопросам оказания помощи пожилым пациентам. 23 сентября под эгидой Министерства здравоохранения Чувашия состоялась школа пациентов, перенесших инсульт и их родственников. Главные специалисты Чувашии демонстрировали мастер-классы логопедической, физической и психологической реабилитации пожилых пациентов, перенесших нарушение мозгового кровообращения. Сегодня мы говорим о факторах риска развития инсульта, что это такое, как его предупредить, первые признаки инсульта. И дальше мы рассказываем, как можно помочь человеку, у которого случился инсульт. В нашей Республике разработана трехэтапная система медицинской реабилитации, которая позволяет восстановить утраченные функции и вернуть пациентов к полноценной жизни. 20 октября в Чебоксарах состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Особенности оказания медицинской помощи пациентам пожилого возраста». Главная задача новой области медицины – гириатрии, повышение качества жизни людей пожилого возраста и продление активного долголетия. Сейчас активно обсуждаются вопросы роста продолжительности жизни и снижения смертности. В Республике средний возраст пожилых – 71,5 год. К 2025 году эту цифру планируется увеличить до 76. В Чувашии всегда внимательно относились к лицам старшего возраста. В нашей Республике более 17 тысяч человек перешагнули 80-летний рубеж, а 19 человек отметили 100-летний юбилей. Поставлены перед нами задачи как на развитие, оказание медицинской помощи нашим пожилым людям, нашим людям, которые должны оказывать медицинскую помощь именно квалифицированно, качественно. Поэтому мы сегодня же собрались для того, чтобы разобрать концепцию, поставить перед собой задачи, увеличение продолжительности жизни и решать вопросы о качестве оказания медицинской помощи. В фокусе внимания докторов были актуальны вопросы профилактики и лечения болевого синдрома и головокружения у пожилого человека. Подходы к минимизации факторов риска, кардиоваскулярных и когнитивных нарушений, дифференцированному подходу к ведению пожилых больных с заболеваниями органов пищеварения и многие другие особенности оказания медицинской помощи пожилым больным. Пожилой человек имеет множество болезней и, как правило, принимает множество лекарств. Мне, как гастроэнтерологу, очень важно разработать и довести до врачей ту тактику, которая позволила бы лечить все имеющиеся у человека заболевания безопасно. Можно это выразить определенной фразой. Сделать лечение максимально эффективным при минимальном количестве лекарств, которые могут оказать негативное влияние на желудочно-кишечный тракт. И в этом плане, конечно, эта конференция, которая организуется под эгидой ваше Министерство здравоохранения и непосредственном участии главного терапевта Ларисы Владимировны Тарасовой, она имеет, безусловно, очень высокую актуальность. И я надеюсь, врачи получат по итогам этой конференции новые знания, практически навыки по ведению таких пациентов. Пожилым нужна помощь всех специалистов, и лечить их надо не так, как молодых. Организм с возрастом претерпевает изменения, и многие врачебные манипуляции неприемлемы. Современная медицина должна понимать, что лечение пожилого человека или лечение молодого человека отличается в корне, ибо система у пожилого человека функционирует несколько по-иному. И что касается неврологии, и одной из самых актуальных областей неврологии, сосудистой неврологии, в настоящее время здесь больше вопросов, чем ответов. У пожилых тревога и депрессия выходят на лидирующие позиции. И эти состояния, которые можно и должно лечить, если их вовремя не лечить, они будут иметь катастрофические последствия. И вот эта конференция, она как раз призвана выработать единую точку зрения на различные аспекты заболеваний пожилого человека, чтобы, попадая к терапевту, к неврологу, к ортопеду, человек имел одинаковые подходы, к пациенту были одинаковые подходы, одинаковые схемы лечения. И так один лечит по одному, другой по другому. В завершение хочется сказать. Не нужно считать пожилых людей людьми третьего возраста. К сожалению, не существует эликсира вечной молодости. Поэтому наша с вами задача – научиться любить этих людей, научиться лечить этих людей, чтобы их жизнь стала полноценной и гармоничной. С вами был телепроект «Здоровая Чувашия» и я – главный терапевт Лариса Тарасова. Мы увидимся ровно через месяц и будем говорить о профилактике и лечении органов дыхания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова